друзья привет два дня не выходила решила сегодня надо вам что-нибудь да рассказать расскажу немножко новостей какие приобретения я сделала очень красивая конечно же еще не покажу но может быть картинку вставлю заказала я кухню заказала технику к ней заказала диван придет завтра не знаю буду я собирать его или нет скорее всего не буду но во всяком случае картиночку конечно же вам вставлю а вот расскажу об интересном случае который произошел при заказе кухни расскажу об очень хорошем специалисте в магазине хов это не реклама это опять мне повезло ну а сейчас мы идем в мфц с анечкой погода вот такая солнечная решили зайти в анечкин дом вот у меня он сейчас за спиной находится игорь сегодня нам разбросил фотку что он там уже фартук на балконе обшил ну а мы решили зайти посмотреть интересно же вот и конечно же показать вам дальше пойдем в мфц что-то будет интересное попадаться на дороге по дороге на дороге по дороге конечно же включусь и обязательно вам покажу а сейчас посмотрим что же там понатворил игорь ваниной квартире с балконом вот переключилась я на фронтальную камеру вот здесь вот по эту сторону то есть на дороге у они окна выходят во двор а это на дорогу вот такой вот небольшой парк здесь такой вот какой-то кустарник посажен вот этот камень это они называют стелла но я мне сложно назвать это стелли потому что стеллы обычно высокие не знаю почему они его зовут стела в общем этот камень это дань уважения павшим и героем которые участвовали в чернобыльской вот этой операции по тушению пожаров по ухранению вот этой беды которые отголосками наверно память о них вот антоник анечкин заходим во двор вот это рябина о которой вы мне писали кстати вот машина игорь игорь работает вот игорь закрывает уже фартука Закрыто все Видите как Хорошо С балкона Зашит Зашит ветра И он будет увеличивать Игорь привет Будет увеличивать Площадь Нет А что Еще не было Еще только выкладываем Будем выкладывать Ну вас там если не хотите Вас собственно там и не видно Так показываем работу Так все классно Здрасте Вот Вот такой вот балкончик Ну что заходить не будем Заходить не будем Зайдем уже Все так ровненько обрезано Прям классно Молодцы Просто шикарно Совсем другой вид уже Просто совсем другой Тут еще вот Тут будут два уголка Ага Ага Вот Я сказал белый Правильно? Да какая разница Белый Не будет Да Главное чтобы они Да В общем пойдем мы Теперь в МФЦ Не знаю с какой стороны пойдем С этой наверное пойдем Уже рука замерзла Друзья Солнце светит Но не крепит Вот Сейчас уже одену перчатку Немножко погрею руки А потом Где нибудь включусь Да Опять с МФЦ Зайдем В Вайлдберрис Я без этого магазина Ну просто никак Никуда А давай через парку здесь пройдемся Вот Здесь кстати в этом доме Аптека Вот Первый этаж Наверное Квартирку занимает Вот это аптека Вот Значит про Вайлдберрис Я остановилась Заказала краску для волос Вот что в Москве Я ее покупала В профессиональном магазине И здесь Вайлдберрис Такая же цена Окислитель Надо уже Красить корни Вся я Уже обросла Вот как раз Анечка Покрасит Заказала кисточки Для декупажа У меня есть идея По поводу коробок Украсить Как коробки Салфетки Я вам уже показывала Вот Игрушку Монти заказала Так что будет довольна Ну в общем Потом Конечно же Приду И все вам Покажу Пока Отключаюсь Холодно Как же мне нравится Это плосит Центральная В солнечный день Как же красиво Смотрится этот Троицкий собор А вот Ремонтируют Фонтан Видите Зима Фонтан Ремонтируют К лету Убирают Оборудование Что-то там Простукивают Готовят К лету Вот такая Площадка Здесь Мы еще Носли Один Более Короткий Путь За храмом Так вот Проходим Спускаемся По ступенечкам И Немножко Вперед Направо Еще раз Направо И МФЦ В общем Идем И опять Все небо В полоску Когда же Это закончится Друзья Уже темнеет Анечка Пошла к себе В квартиру Позвонил Игорь Короче Надо Что-то Согласовать Конструкцию Он закончил Делать Теперь Останется Замеры Сделать Вернее Он их сделал И отправить В офис Чтобы уже Начали делать Эти окна Для балкона Вот Посмотрите Какая красота Я уже Подхожу К своему дому Вот такой Вот закат Солнце Было большое Большое И красное И Ветер В общем Завтра Будет Наверное Морозное Ветрено Вот Но сегодня Такой Солнечный Денек То Тихо Тихо То Потом Ветер Вот Ждусь Сейчас Анечку Сегодня Наварили Борща Вкусного Сейчас Буду Делать Шарлотку Кстати Те яблоки Которые Я показывала На вид Они красивые На вкус Мне Не понравились Сейчас Хотим Сделать Из них Шарлотку Зашла Купила Ванильки Остальное Все дома Есть Яблоки Мука Сахар Все есть В общем Сейчас Будем Что-то Куховарить Печь Ну что Друзья На улице Уже Совсем Темно Покажу Вам Свои Покупки Wildberries Вот Такие Краски Я заказала Это Эстелевская Ну типа Супр Порошок И Окислитель Вот Посмотрите Как Все Упаковано Вот Этот Порошок Этот Я Уже Вытащила Из Пупырчатой Вот Этой Обертки В общем Там Я не знаю Добраться Чтобы До Товара Очень Сложно Вот Так Вот Хорошо Упаковывают Магазинов Здесь Я пока Не нашла Вот Таких Профессиональных Где Можно Купить Вот Эту Краску И На Год Поэтому Магазин Wildberries Вот Просто Громаднейшее Благодарю Это Как Мое Спасение Завтра Скорее Всего Анечка Приведет Мои Корни В Порядок Что Еще Купила Купила Вот Такую Для Кота В Игрушку Ну Конечно В Большей Степени Для Моньки 127 Рублей Да Краска Стоит По моему Порошок 900 И Это 400 В общем 1300 Вот Две Вот Эти Позиции Обошлись Мне В Москве Тоже Было То ли 1200 Летом Я Покупала В том Году Ну В общем Я Раз в год Покупаю Вот Эти Такой Большой Объем И Мне Надолго Хватает На Целый Год Теперь Что Еще Купила Вот Такие Кисточки Хочу Все Таки Попробовать Что То Сделать Аля Декупаж Коробки Обклеить Салфетками И Покрыть Лаком И Конечно Нужны Кисточки 174 Рубля Стоит Вот Этот Набор Ну А Здесь Как Раз Акриловый Лак И По-моему Клей Специальный Для Декупажа Вот Видите Как Упаковано Сейчас Распакую И Покажу Что Там А Там Как раз Вот Такие Две Баночки Лак Матовый Для Декупажа И Вот Клей Специально Отсвечивает Цвет Тоже Для Декупажа Кто Пользовался Этой Фирмой Вот Видите Название Напишите Комментарий Просто Интересно Я В этой Области Творчества Профан Буду Пробовать В общем Будем Делать Очередную Красоту Друзья Ну а Теперь Хочу Поделиться С вами Своим Приобретением Я Конечно Еще Не Все Оплатила И Заказала Вот Такую Кухню Ну От которой Просто В восторге Но В большем Восторге Я Вообще От общения С Менеджером Магазин Это Магазин Хофф Это Не реклама Заказывала Я И диван Там Я Потом Вам Вставлю Фото И Вчера Больше Часа Мы Разговаривали И Все Это Собирали Кухню Как Конструктор С Евгенией Власовой Это Продавец Этого Магазина И Хочу Сказать Что Нам Очень Очень Повезло С Этим Именно С Этим Менеджером Значит Мы Сначала Позвонили Дозвониться Непросто Видимо Вот Во время Этого Локдауна Кстати В магазин Можно Войти Только По Этим Куриным Кодам Которых У нас Естественно Нет И не Будет Как Вы Поняли Вот Но Все Решаемо Короче Мы С дочерью Сначала Хотели Поехать В Липецк Чтобы Посмотреть В Живую Эту Кухню А потом Я позвонила Мне сказали У вас Вот это Есть Я сказала Нет Нет И не Будет Ну Тогда Решайте Вопрос По Интернету И Очень Наверное Таких Как Мы Очень Много Людей Дозвониться Невозможно Там Я Где Только Могла Оставляла Заявки Чтобы Мне Перезвонили И Вот Наконец Мне Перезвонили Первый Звонок Был Не Очень Удачный Я Не Буду Называть Ни Фамилию Этого Ну Как Б Этой Девочке Не Имя Но Вроде То Вот Все Хорошо Но Как То Все На Пальцах Понимаете Вот Скажите Ваш Размер Сюда Вот Скажите Ваш Размер Угла И Вот Мы На Пальцах Это Все Объясняли Что Мы Хотим И Как Хотим 36 Минут Длился Разговор Потом Разговор Закончился И Через Две Минуты О Чудо Позвонила Женя Это Женя Вот Власова С которой Мы Общались Больше Часа Но Продуктивно Видимо Та девушка Которая Первая Общалась Не поставила Галочку Что она Взяла Заказ В обработку Потому Что Если бы Она Ее Поставила Все Труба Женя Бы Нам Уже Не Позвонила Но Видимо Есть Бог Друзья Вы Посмотрите Какая Кухня Кухня Белла В общем Вы Видите Вот Здесь Вот На картинке Вот Это Наш Газовый Котел Вот Это Наш Щечек Вот Здесь Единственное Нет Всех Вот Этих Труб Которые Идут От Котла Но Буду Как-то Решать Этот Вопрос Как Их Закрыть Но От Кухни Я Просто В восторге Да Здесь Вы Не Видите Духовку Сегодня Я Тоже Ее Заказала Здесь Будет Варочная Панель Газовая Духовка Кстати У меня Будет Электрическая Мне Не Нравится Газовая Духовка Как Они Готовят Не Знаю Пусть Это Будет Накладно Ну Как Бы Есть Газ Духовка Электрическая Ничего Не Хочу Я Газовую Духовку Вот Плита Которая Здесь Есть Дефест Мне Очень Нравится Плита А Духовка Не Очень Поэтому Вверх Вот Сюда Я Заказала Варочную Панель Потом Придет Она Тоже На днях Должна Прийти Я Вам Ее Покажу Духовка Электролюкс Покупали Кстати В Эльдорадо До Конца Месяца Там Черная Пятница То есть Она Стоила 25 Тысяч Мы Купили И Аня Купила И я Заказала 18 Тысяч Духовка То есть 8 Тысяч Была Скидка Варочная Панель 10 Тысяч Тоже Нашли Дешевле У меня На компьютере Есть такая Программуля Которая Когда Выбираешь Товар Она Подбрасывает Если Есть Дешевле Адреса Магазинов Ссылки Где Можно Купить Дешевле Вот Вместо 13 Тысяч Мы Купили Эту Варочную Панель За 10 Тысяч Вот Здесь Будет Естественно Варочная Панель Здесь Духовка Вот Здесь Будет Раковина А это Вот Стоит Холодильник Который Здесь Остался Нам При покупке Дома Он Будет Стоять Под Столешницей Вот Приблизительно В том Месте Вот Где он Стоит Только Вот Здесь Не Будет Вот Этого Угла А Будет Прямо Но Место Я Определила В принципе Попала Друзья Теперь Посмотрите Какую Фартук На кухню Никаких Конечно Кружав Не будет Как я вам Говорила Что можно Связать И все Это Естественно Нет у меня Времени Я заказала Вот Такую Стеновую Панель Это Вот Улочки Я не знаю Парижа Улочки Италии Может быть Кипра Там Греции Ну В общем Какие-то Улочки Вот Цена Этой Панели И Вот Так Вот Она Выглядит На Фото Вот Как же Мне Это Нравится Значит Что По цене Кухня Без Естественно Без Техники Все Вот Здесь Все Доводчики Извиняюсь Какая-то СМС Пришла Доводчики Ручки Красивые Здесь Ну Все Столешница Там Какая-то Водонепроницаемая Но Старалась По максимуму Все Это Сделать Стоит 100 Тысяч Рублей Это Все Без Техники И Сюда Плюс 28 Тысяч Мы Отдали За Варочную Панель И Духовку Установка Кухни Сборка Будет Бесплатная В подарок Значит Там Если Больше 100 Тысяч Рублей Обходится Кухня То Идет Либо Сборка В подарок Либо Вытяжка Вытяжку Я куплю Сама А вот Сборка Если бы не было Этого подарка Получается Что 8 Процентов От Стоимости Кухни Ну В принципе То на то И выходит Что Вытяжка Стоит Такие Деньги Что Сборка Но Я все Таки Выбрала Сборку Потому Что Здесь Будут Выпилы На Столешнице Это Монтаж Столешницы Установка Регулировка Это все Не так То Просто Значит Нас Приятно Обрадовала То Что Кухня Будет Ити Из Липецка И Вы Не Представляете Доставка 599 Рублей Это Просто Что То В общем Я Счастлива Как Та Звонила Я Хотела Купить Кухню Глория Уже Не Помню Этот Магазин Мне Объявили Что 5000 Будет Только Доставка В Хофе Доставка Всего Лишь 600 Рублей Так Что Имейте Это В Купила Но Он Уже Едет 20 Числа Будет Придет Диван Сейчас Я Вам Покажу Его Картинку Вот Эти Диванчики Диван Называется Слим В Нескольких Цветах Но Мы С Аней Нет Аня Не Заказала Она Будет Другой Заказывать Она Хотела Но Потом Передумала А я Заказала Вот Такой Угловой Диванчик Вот Он Сейчас Покажу Как Он Смотрится В Интерьере А Вот Даже Есть Видео Сейчас Мы С Вами Посмотрим Бежевого Цвета Вот Две Что Там 29 Ну В общем 30 тысяч Стоит Диван Вот Так Вот Он Выглядит Но Это По-моему Здесь Сейчас Вам Показывают Серый Цвет А Я Заказала Бежевый Вот Обратите Внимание На Вот Эти Канты Они У Меня Контрастного Цвета Если Бежевый Заказываешь Там Контрастный Видите Вот Такой Ящик Для Белья Механизм Дельфин Мне Он Конечно Не Очень Нравится Но Не Часто Будет Использоваться Этот Диван Поэтому Как бы Закрыла На Это Глаза Вот 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 Этот Кант Видите Он Такой Бежевый А Кант Коричневый Здесь Три Подушки И Еще Две Подушки Дополнительно Вот Так Он Будет Смотреться Вот На Мой Взгляд В ту Комнату Буква Г Вот В этот Угол Просто Мне По крайней мере Очень Понравился Понравилось Что Вот Здесь Узкие Боковины Нет Вот Этого Нагромождения Потому Что В основном Диваны Идут С Такими Широкими Боковыми Вот Этими Частями Вот Но В маленькой Комнате Это Смотрится Как-то Нелепо Поэтому Без Них Сначала Хотела Вообще Потом Думаю Ну Как же Если Прилечь В подушку Надо Куда-то Упор Должен Быть Поэтому Вот Нашла Вот Такое Решение Почитала Отзывы В основном Хорошие В общем Жду Скорее Всего Вы Уже Увидите Этот Диван Когда Будет Ремонт Потому Что Ну Мне Сейчас Нет Смысла Его Собирать Ставить Потом Опять Разбирать Потому Что Там И Пол Мы Будем Поднимать Леша Вот Должен На Недельку Приехать Все Это Нет Смысла Его Собирать Заказала Я Боюсь Что После Нового Года Будут Другие Цены И В общем Не хочется Переплачивать Пусть Он Стоит И Ждет Уже Когда Мы Все Сделаем Я имею Ввиду Ремонт Ну А Теперь Хочу Вам Показать Эту Кухню Вот Цена Кухни 37 999 Это 2 40 Конечно Ж Здесь Ну Нет Допустим Доводчиков Здесь В эту стоимость Не входит Столешница В эту стоимость Там Еще что-то Не входит Ручки Не входят Там Всякие Вот эти Доводчики И Так Вот Кажется Что Ну 37 Тысяч Нормально Как бы Да Вот Кухня Белла Но Во-первых У меня Она Будет Угловая Это Плюс Половину Считайте Этой Суммы И Конечно Больше Шкафов Две Столешницы Я покупаю Чтобы Понимаете Угол И сюда В общем И Получается Около 100 тысяч Я просто К чему говорю Вот Была бы она 80 тысяч Значит Плюс уйти Еще Столько Значит Представлена Она В оливковом Цвете Вот Сейчас Я вам Покажу Ну Вы Сами Можете Зайти На Хов И Посмотреть Здесь Вообще Вот Телефон Не Передает Вот Это Вот Фото Уже Клиентов Которые Собрали Купили Эту Кухню Но Я Заказала Ваниль Вот Вот Она Эта Кухня Тоже У кого То Собрано Друзья Вот Хочу Сказать И Выразить Женя Женя Если Вы Меня Смотрите Вы Просто Специалист От Бога Значит Как Происходила Вся Вот Эта Работа Женя Позвонила Выслала Ссылку На Почту И Говорит Перейдите По ссылке И Вы Будете Видеть Мой Экран И Мы Будем С вами Работать Я Была Вообще Просто Очень Удивлена Представляете Мы Перешли По Ссылке Женя Начинала Там Как Конструктор Собирать Вот Этот А Что Вы Хотите Сюда А Сколько У Вас Здесь То есть Она Ставит Эти Все Ящики Меняет Местами Выбирает Разные Вот Эти Типы Вот Этих Панелей Разные Столешницы И Мы Все Это Видим На Экране И Понимаем Что Мы Покупаем И Как Это Будет Выглядеть При Первом Звонке Такого Не Было Поэтому Женя Вы Пусть Вас Там Ценят Я Не Знаю Это Наверное Высший Пилотаж И Великое Счастье Магазину Ну Вот Держать Таких Менеджеров Продавцов Потому Что Это Было Очень Приятно Мы Уже Все Собрали Я Забыла Про Этот Холодильник Все Давай Менять По По Новой Причем С Такой Легкостью Женя Согласилась Да Ладно Сейчас Поменяем Не Проблема В общем Мы Были Очень Удивлены И Очень Довольны Теперь Вот Этой Фронтальной Панели У нас Нет Ее Просто Нет В наличии В общем Оплачу Я Эту Кухню И Будем Ждать А Когда Придет Эта Фронтальная Панель Я Думаю Что Я В Хофе Еще Буду Заказывать И Лампы И Тумбочки Мне Будут Нужны И Может Быть Комод Ну В общем Мне Нравится Этот Магазин Друзья Так Что Кто Заказывает Ну Как Хочет Заказать Мебель То Там Все Есть Вплоть До Постельного Белья И Посуды Зайдите Присмотритесь Ну Нужно Выбирать Не Все Цены Так Скажем Приемлемые И Что То Очень Дорого И Можно Конечно Посмотреть В другом Магазине Но Вот Выбор Сделан Так Что Скоро Вы увидите Эту красоту В нашем Доме Дождитесь И Вместе С вами Отметим Потом Уже Настоящее Новоселье В Красивом Доме Ну Наверное Пожалуй На этом Я буду Заканчивать Сегодняшнее Видео Я Всех Обнимаю Всех Люблю И до Скорых Встреч С вами Была Елена Ситникова Пока Пока Что Это Что Это Что Это Ой Какая Цацка Да Ой Какая Цацка Ты Наш Красавец Ну Нравится Кузьма Кузьма Пришел Кузьма Ну Играй Кузька Тут Сидит Все Собрались Да Больше Всех Заинтересован Конечно Монка Субтитры Погнал Субтитры Спасибо 냄새